Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, участвовали 105 взрослых с избыточным весом и ожирением, которых разделили на две группы. В первой группе участникам давали еду, которая включала авокадо на ужин. Второй – давали крайне похожую еду, но без авокадо. Исследование длилось 12 недель. Результаты показали, что у женщин, которые употребляли авокадо наблюдалось уменьшение более глубокого висцерального абдоминального жира. Изменение соотношения висцерального и подкожного жировых отложений в пользу подкожного жира наблюдалось только у женщин-участниц. У мужчин, участвовавших в исследовании, не наблюдалось такого же сокращения висцерального жира. Важно отметить, что этот жир накапливается вокруг органов и связан со значительным увеличением риска различных заболеваний, в том числе и диабета. Продолжая исследование, мы сможем получить более четкое представление о том, какие типы людей получат наибольшую выгоду от включения авокадо в свой рацион, и предоставить ценные данные для консультантов по вопросам здравоохранения, чтобы предоставить пациентам рекомендации о том, как уменьшить накопление жира и потенциальные опасности диабета, заключают исследователи. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.